Кто убрал Михаила Евдокимова? Страшная правда. Почему популярного комика и артиста занесло в политику? На этот вопрос сам он до конца так и не ответил. Банальный предвыборный лозунг в стиле «Хочу помочь людям родного края» не в счёт. Когда Евдокимов узнал о своей победе на губернаторских выборах в Алтайском крае, он растерялся. Главным делом его жизни была сцена и микрофон. Ещё в школе он выходил к публике с песнями, конферансом и пародиями. Потом создал собственную группу, пытался поступить в цирковое училище. Руководящая работа до прихода в большую политику в его жизни всё-таки была. Евдокимов руководил сельским домом культуры в селе Усть-Катунь. Но что такое быть директором группы пенсионеров и стать губернатором огромного края – масштабы несопоставимые. Несмотря на отсутствие политического опыта с первых дней своего губернаторства, Евдокимов начал ожесточённую борьбу с коррупционерами и социальной несправедливостью. Депутатов, бизнесменов и чиновников он откровенно раздражал своей прямотой. В какой-то момент политкорректная конфронтация переросла в открытый конфликт. Евдокимову была объявлена неофициальная война. Закончилась она, как известно, трагически. Друзья и родные говорят о том, что Евдокимов предчувствовал скорую смерть. Последние несколько месяцев жизни Михаил не расставался с чёрным дипломатом, в котором были собраны все документы, доказывающие то, что он честно и правильно выполнял свою работу. Чёрный чемоданчик куда-то исчез после автокатастрофы, которая случилась 7 августа 2005 года в 29 километрах от города Бийск. А случившаяся трагедия до сих пор вызывает немало вопросов у родственников и друзей артиста и политика. Согласно официальной версии, губернаторский автомобиль «Мерседес» с нарушением правил мчался на скорости около 150 км в час по Чуйскому тракту. На одном из перекрёстков водитель Евдокимова, проигнорировав сплошную разметку, пошёл на обгон ехавшего впереди автомобиля «Тойота» «Спринтер». В этот момент водитель «Тойота» Олег Щербинский с включённым поворотником начал поворачивать налево. Машина Евдокимова покасательно задела японский автомобиль, вылетела с дороги и, пролетев не менее 20 метров над землёй, врезалась в берёзу. Водитель-телохранитель Михаил Евдокимов погибли. В живым чудом осталась его жена Галина, у неё были сломаны ноги. После аварии она долго приходила в себя и не раз заявляла, что ДТП было подстроено. Водителя «Тойота» Щербинского сначала признали виновным в аварии с губернатором и осудили на четыре года колонии-поселения. Правозащитники и адвокаты подняли волну общественного возмущения после серии митингов и акций автомобилистов, прошедших по всей стране Щербинского, оправдали. До последних дней своей жизни Михаилу Евдокимову удавалось скрывать то, что он живёт на две семьи. Второй – тайной любовью комика и политика была чернокожая модель Инна Белова. Она растила рождённого от Евдокимова сына Данилу. Для официальной вдовы Михаила Сергеевича Галины, с которой он прожил 25 лет, это известие стало ещё одним серьёзным ударом, и только спустя четыре года после гибели Евдокимова Галина и Инна нашли в себе силы встретиться лично. Ради Михаила, которого они любили, ради его детей, женщины приняли решение забыть об обидах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова